Светейший Владыка Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Михаил Викторович, уважаемый Рустем Нургалиевич, дорогие отцы, братья и сестры, я очень рад, что мое путешествие по Татарстану, мой визит, начинается с этого места в год, 200-летие, со дня кончины Гавриила Романовича Державина, выдающегося русского поэта, сыгравшего огромную роль в становлении современного русского языка. Не только поэта, но человека, одаренного особой философской мыслью, человека, внесшего большой вклад в то, чтобы современное ему общество и не только восприняли идею Бога так, чтобы эта идея стала основой их мировоззрения. Не каждому богослову, не каждому церковному деятелю удается выразить высокие богословские мысли так просто, ясно и так удивительно, убедительно в силу внешней красоты изложения, как это сделал Державин. Он был действительно мыслителем, ведущим мыслителем своего времени. Он был основоположником целого направления в нашей литературе, которое затем продолжилось его великими преемниками и последователями. Вот из этой глубинки, из этого места воссиял свет для русской культуры, для русского языка, русской литературы. И сегодня, когда перед нами стоят очень важные задачи, связанные с преподаванием русского языка в школах, с преподаванием литературы, с приобщением к великим идеям русской классической литературы нашего народа, замечательно вспомнить имя Гавриила Романовича Державина и замечательно совершить молитвенное поминовение его и его родителей в том месте, где он родился. Я хотел бы поблагодарить всех, кто организовал мой визит в это место. Храни вас Господь! И в память я бы хотел для этого храма подарить образ Божией Матери достойно есть. Известный образ, чудотворный оригинал, который находится на Афоне. Мы знаем, что перед этим образом люди молятся, особенно тогда, когда их поражает страшный недуг, связанный с появлением злокачественных образований в человеческом организме. Существует много свидетельств о том, что молитвы перед этим образом слышит Божия Матерь и помогает просящим. Пусть этот образ находится, копия этого великого образа находится в всем святом храме. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Храни вас Господь, дорогие мои! Помощи Божией и благословения вам! И Господи! И вас Господь! Уважаемый Михаил Викторович, уважаемый Рустем Невгалиевич, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, я только что сказал какие-то слова в храме, и поэтому не буду повторяться, но отмечу, что сегодня большое, важное событие на земле Татарстана. Мы открыли памятник выдающемуся русскому поэту, государственному деятелю, правдолюбцу, человеку, который где бы ни работал и что бы ни делал, всегда стремился осуществлять Божью правду и в своей личной жизни, и работая над теми или иными государственными заданиями. Мы знаем, что именно поэтому не просто складывалась его жизнь, потому что слишком часто ему приходилось вступать в борьбу с теми, кто разделял другие взгляды. И в первую очередь с коррупционерами, очковтирателями, людьми, которые, работая в глубинке, пытались создавать ложные, ложное представление о своих заслугах и о положении дел в тех местах, над которыми они бы в качестве начальников были поставлены. Мы знаем, что эта проблема до сих пор существует, в том числе и в нашей стране. И поэтому пример Державина имеет большое значение не только для тех, кто изучает литературу, кто изучает религиозную философию, но и для тех, кто вступает на путь государственного строительства, государственного служения. Еще тогда великий Державин прозревал, что без нравственного отношения к исполнению государственной службы невозможно достичь тех результатов, которые мы все, как страна, как народ, ожидаем. Пусть пример великого Державина помогает и нашим поэтам, писателям, нашим мыслителям сегодня, а также государственным деятелям совершать достойно то дело, к которому они призваны. Я очень рад, что имею возможность в год двухсотлетия со дня смерти великого русского поэта участвовать в открытии этого памятника. И благодарю всех, кто потрудился для организации этого замечательного действия в том месте, где родился великий поэт и где он был хрещен. Храни вас всех, Господь! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова